здравствуйте замечательное свежее прохладное утро но выше двенадцати пара за рта не идет все вокруг в каплях дождя который начинался накануне неоднократно я думала мне перед стримом не повезет поскольку нагнала огромную тучу был гром сверкала молния но дождь прекратился а было красиво сейчас покажу как буквально несколько минут назад сияло солнце и мне казалось что вон ту громадную тучу прогонит мимо но хлынул дождь утренний майский прохладный и какой вот это я понимаю легкий шквал и снова скоро снова засияет солнце переждем непогоду и снова в клумбы с грядками уже более-менее разобралась но тут еще со снытью предстоит побороться все больше становится тюльпанов ну а карька спряталась около меня от дождя хотя до этого валялась на своем любимом пенечке свежесть и снова голубое небо сейчас солнышко выйдет как и тучи все неприятности проходят главное переждать что ж вероятно и сегодня дождик начнется и возможно не один раз но пока пока его нет надо с толком провести время полюбоваться на светущую черемуху искупаться в ее аромате и рвануть в лес как-то мне приелось находиться на участке хоть здесь и красиво но лес лес манит все как в сказке поди туда не знаю куда принеси то не знаю что честно говоря никаких особых целей не имею но не пробежаться по свежему лесу в такую погоду это просто преступление что ж прогуляюсь по участку еще раз полюбуюсь на цветочки и рвану пытаясь соблазнить понял на прогулку в лес предложила дала время подумать радик призывно потявкал кори кори готова всегда сейчас пойдем ну что то опять объявляешь голодовку смысле кислорода не хочет понечко гулять собак ты сбила себе режим ночные прогулки и валяния целый день это не камильфо я бы предпочла что ты сам не прогулялась да страшный зверь перешел на ночной образ жизни в избе мы больше не спим как я тебе одной рукой зацеплю отсыпаться она приходит теперь в конуру и замечательно себя чувствует да ладно ты пойдешь с нами ху-ху замечательно все мы отправляемся прихватила поводок мы уже на окраине деревни и как неудивительно все вместе понечко соизвоила выйти попастись щиплет свежую зеленую травку набирается витаминчик а я любуюсь на майское небо капризная и как всегда прекрасная тучи голубое небо легкий ветерок раздолье в городе такого не увидишь там все скрыто за домами а здесь ляпота прям вспоминаешь эльфа петрова вышел старик рамуальдыч в поле понюхал свою портянку я же заколдобился это точно про меня а идти по полю было жарковато если бы не роса собакам вероятно было совсем плохо но пони не каря не ложится в каждую первую попавшуюся лужу а я прямо на опушке обнаружила чудо номер один как всегда вот так начинаются шишечки елок потрясающий цвет их много неужели в этом году будет столько же шишек сколько и в прошлом это удивительно то что оно было год назад я наблюдала честно говоря впервые такого изобилия шишек никогда еще не было ну что ж рванем в лес нет ты напрасно прикладываешься нас ждут великие дела и это как обычно ну и как тебе там маленькое чудовище два шага бряк два шага бряк ну и кого-то там гонял и где пони а еще один два крокодила так третью не вижу грибочки попадаются попадаются но по мизеру трава поднимается с неимоверной скоростью искать их все труднее хотя они еще выглядят достаточно неплохо вот это вот хвощ а латунная трава вот пока добыча идем вдоль наваленных останков деревьев здесь вырубали просеками и стараемся найти грибы гулять мы будем еще долго луж много собак мы раздоли выгуливать собак это тоже дело вот только где понечка меня это как-то немножко беспокоит ладно по мне не чистую она появится чем дольше бродим по лесу тем больше я убеждаюсь что со строчками и сморчками эпопея на нынешний год завершена ну посудите сами разве можно в такой пусть даже низкорослой травке заметить грибы нет они уже заканчиваются пример тому это першество улитки как же они любят строчки ну вот этот обглодан уже почти полностью нет смысла его брать надо оставить хозяйке раз она первая его нашла а ходить по лесу час просто сплошное удовольствие кругом цветет кислица сколько его неописуемо сплошные белые поляны нежных цветочков замечательная вкусненькая травка и даже жалко на нее наступать стараешься делать шаги как можно длиннее ну ничего страшного раз закончился один вид грибов значит скоро начнется следующий возможно это будут парушки то есть летний опенок которые собственно плодоносит все лето и задерживается даже до осени ну а потом потом пойдут под березовики ну что ж будем искать главное это полис прогуляться перешли через заболоченную высоковольтную линию и углубили совершенно другой лес это дремучий вырубки тут не было и по нему очень приятно прогуляться тут также попадается сырка цифра и и много но подрастущей травкой и уже становится все хуже заметно собственно как и строчки и набрели мы тут на замечательную полянку них пони не применула прилечь а полянка из папоротников ну вот такие попадаются сейчас на каждом шагу но иногда у этих кустиков возникают какие-то совершенно странные побеги которые переживают зиму и в сухо цветах могут на протяжении ряда лет составлять часть букета здесь их в изобилии не знаю чем вызвана такая аномалия но мне эти диковинные перья непонятные птицы очень очень нравится эти формы просто замечательные разумеется я не устаю любоваться и на молодые побеги повторяюсь но более грациозной формы по моему не придумать ну что ж прогуляемся по бурелому и вероятно скоро уже свернем капушки уходить как всегда не хочется ну надеюсь нас ждет еще что-нибудь интересненькое идем по небольшому болотцу но естественно не по центру и повсюду среди мха та же самая кислица не устаю ей любоваться а вот поблизости оказалась очень забавная елка посмотреть макушка видимо была сломана падающим деревом но выросли две ну чем не лира а еще больше напоминает причудливые рога какого-то необычного животного к тому же в этом месте очень много ореха лещинника я обычно за не начинаю охотиться где-то в августе месяце и до середины сентября но потом колю орешки колить это значит просто напросто ставить их на противень на печку и просушивать очень хорошо перемешивая как семечки когда жаришь иначе они не сохраняются начинают загнивать ну разумеется перед этим очищаю от зеленой шелухи так вот запас орешков обычно делает зимнее время пребывания в избе куда более приятным когда начинаешь сидя у печки почитывать книжки и смотреть интересное кино но до орехов еще далеко это осенью а сейчас сейчас весна и скоро будет лето ну что ж надо успеть насладиться тем временем года которая сейчас у нас стоит ну вот мы и дома нас встретил лосозябра понька откушала и валяется у кнуры а я как обычно сняла свою походную одежду с целью собрать с нее тех клещей которые мне еще не попались все это надо очень аккуратно осматривать буквально вчера мне пришлось обращаться к соседке вот номер 1 с тем чтобы она вытащила у меня клещик из спины правильно говорят все можно сделать только спину в себе не укусить кстати а вот тот самый папоротник о котором я сегодня рассказывала ну этот растет прямо у меня на клумбах я все время собираю эти симпатичные растения а клещи клещами а надо сейчас сходить к соседям одарить их грибами честно говоря я уже присытилась замораживать неохота отваривать тем более поэтому пусть люди порадуются им бедолажкам сегодня в москву уезжать а по возвращении меня как всегда ждет посевная сегодня настурции подсолнухи красная фасоль которую украшает обычно мой забор ну что ж всем всего хорошего до свидания увидимся завтра